Вечерами Рагаиб и прошел вечер Миграч. И сегодня мы уже стремительно взошли в месяц Шаабан, а завтра, в скором будущем, мы, иншаллах, воваря Аллахов, приходим в месяц Рамазан, в месяц, когда все мы от восхода до захода должны будем соблюдать правду. И, исходя из хадисов, в месяц Шаабан, как сказал пророк Мухаммад, переводится от слова Ташааба как распространение. То есть в месяц Шаабан распространяется добро. И все хорошие деяния, совершенные мусульманами в месяц Шаабан, увеличиваются в 70 раз и поднимаются на небеса без каких-либо препятствий. Кто возвеличит месяц Шаабан, старшась Аллаха, совершая положенное, остерегаясь от харама, тому Всевышний Аллах простит грехи и сохранит его в течение года от бед и болезней. Чем известен месяц Шаабан, наличием в нем священной месяце Бараа? В месяц Бараа ангелы по воле Аллаха, открыв врата небес, спустятся на землю и спросят, «Эй, рабы Аллаха, какие есть у вас молитвы, какие есть просьбы?» И так будет до восхода солнца. И в эту ночь, в месяц Бараа, Аллах Всевышний распределяет достаток и резык на целый год. Барааа означает непричастность, означает полное отдаление. То есть в этот вечер людей с искренними деяниями полностью отлучают от ада. И в этот вечер людей с плохими деяниями отлучают от рая. В одном из хадисов Рок Мухаммад, саляллаху алейхи вассалям, сказал, что существует пять ночей, которые непременно сбываются дуа. Это каждая ночь на пятницу, это ночь на 10 число Мухарам, Ашура, это ночь на 15 число Шаабан, то есть Бараатки, часы, и ночи перед Курбанбаром и Уразабаром. В ночь Бараат, который будет проходить с 14 на 15 Шаабан, что соответствует 12 на 13 июня нашего календаря, то есть следующий четверга на пятницу, эту ночь мы не должны пропустить мимо. В эту ночь с хранимых скрижалей стирают именно тех, кто должен в этот год, до следующего года покинуть этот мир. То есть Аллах Субхану Ху Тааля вручает список Ангелу Азраилю с именами тех, которые покинут этот мир в этот год. Именно в этот год. Поэтому эту ночь мы должны больше молиться. Ночь Бараат желательно прочитать 3 раза Ясин. Первый раз прочитать Ясин с намерением попросить Аллаха Духа, чтобы Он прожил нам жизнь еще на 1 год. Это как печать. Ходит каждый год, отмечается. Мы должны попросить Аллаха, О, Аллах Тааля, на этот год еще продли мне жизнь. Именно продлить. Второй раз прочитать Ясин с намерением попросить у Аллаха расширения благ. И третий раз прочитать Ясин, попросить у Аллаха защиты от бед и болезней, несчастья этого года, которые несет целый год. За один вечер мы просим на целый год. Мусульманину не положено проводить месяц Шахбан в беспечности и небрежности. В этот месяц необходимо готовиться к Рамазану, как будто ждешь приходы гостей. Месяц Шахбан – это месяц пророка. Сам пророк Мухаммад, весь месяц находился в Уразу. Поэтому нам держать Уразу в первые три дня, в середине месяца три дня и в конце три дня, кто продержит Уразу, Аллах Всевышний этому человеку запишет саваб 70 пророков. И саваб, как будто он 70 лет совершал грибадат. Если ураб Аллаха в это время умрет, то будет как Шахид, иншаллах. Пророк Мухаммад, салли Аллаху, алейхи салам, сказал, «Эту ночь я проводил бодрствую. Когда прошла одна четвертая часть ночи, пришел ко мне Джабраил, алейхи салам, и сказал, «Эй, Мухаммад! Эй, Мухаммад! Посмотри на небо!» И подняв голову, пророк говорит, «Я увидел». У первых ворот написано, «Пусть будет радость тому рабу, кто восхваляет Аллаха в эту ночь. На вторых воротах, «Пусть будет радость тому рабу, кто совершает руку, поясной поклон. На третьих воротах, «Пусть будет радость тому рабу, кто со смирением, покорно читает намаз. На четвертых воротах, кто в эту ночь читает дуа, молитву. На пятых воротах, кто плачет, страшась мучений, страшась Аллаха. На шестых воротах, «Пусть будет радость тому, кто искренне читает намаз. На седьмых воротах, кто читает Куран и на восьми воротах написано ангелы спросят есть ли у кого какие-то просьбы есть ли у кого какие-то нужда Аллах удовлетворит их все есть ли просящие прощения Аллах простит все его грехи мы видим, как мы должны проводить эту ночь если нас ждет столько радости то, конечно же, мы должны больше читать Куран салават пророку читать дуа за умерших за наших устазов, за родителей и за живых, за наших детей также в эту ночь каждый мусульманин должен просить защиту от огня ада и просить вхождения в рай ибо ночь в баракат мы должны рассматривать как большой подарок от Аллах глупый будет тот человек который получив подарок его выбрасывает или уходит он не по адресу получив подарок мы должны его использовать, обрадоваться это не какое-то напряжение это не какая-то от нас какая-то трудность какая-то вещь, которую мы должны изнемогая выполнять кто сколько может понятно, что ночью спать хочется но кто сколько может совершать поклонение кто-то один раз прочитать кто-то курант почитает кто-то намаз почитает но по возможности мы должны понимать что это дано для нас ибо Аллаху Всевышнему не нужны наши молитвы Аллаху Всевышнему не нужны наши намазы все что мы делаем это все подарок для нас и мы не знаем будет ли еще в нашей жизни еще такой баракат день баракат ночь баракат мы не знаем наступит ли для нас месяц Рамазан и если Аллах Всевышний дал нам такой подарок такую возможность мы должны им, иншаллах, воспользоваться и вовсюдный день Аллах Всевышний скажет о мой раб вот ты стоишь передо мной вот ты трясешься, вот ты боишься ада вот ты мечтаешь о рае но сколько раз я тебе в жизни дал ночь параад в которой именно ты должен был молиться для защиты от ада и прохождения рая почему же ты не просил почему же ты не молился почему же ты не каялся почему же ты не просил о рае почему же ты не просил сделать твое тело хорамом для ада однако же в этот благословенный день и вечер особенно кто будет ругаться унижать, оскорблять родителей приклинать свою семью совершать другие грехи то этот грех записывается многократно и дуга этого человека естественно не примутся в этот день такие деяния особенно запретны Аллах Субхану Та'Алла барабизгады изге браат сейчас он прошу олыб и вы даете отказаться на секретах Аминь